Подводя итоги прошлому году, в первой передаче русского вопроса две недели назад, мы говорили о сохраняющейся на Украине угрозе государственного переворота. Эти две недели стали подтверждением самых худших наших опасений. Девятнадцатого января, на следующий день после юбилея Переяславской Рады, лидеры оппозиции объявили на Майдане о создании в стране параллельных органов власти. Мы должны создать Народную Раду из числа оппозиционных депутатов Верховной Рады и местных советов. Правительство народного доверия, которое будет способно привести страну в Европейский Союз, остановит диктатуру Виктора Януковича. Мы обращаемся ко всем органам местного самоуправления с призывом создать отряды народной самообороны в каждом городе, в каждом селе и районе. Сразу после этого призыва боевики предприняли попытку захватить Верховную Раду Украины, где, видимо, и собирался разместиться самопровозглашенный и никем не избранный парламент этой европейской Украины. Результатом стало столкновение путчистов с преградившим им дорогу на улице Грушевского спецназом «Беркут». В ход пошли бутылки с зажигательной смесью, стальная арматура и булыжники. Не заставили себя долго ждать и столь необходимые для пропаганды ритуальные жертвы. Правда, убитые якобы снайперами режима Януковича, белорус и армянин, оказались застрелены из охотничьего ружья. Но повод для самовозбуждения и гневных резолюций Запада появился как яичко к Христову Дню. Занимая одно за другим здание Министерств и ведомств в Киеве, мятежники одновременно провели блицкрик по захвату областных государственных администраций на западе Украины. Губернаторов заставили писать заявления об отречении. В центральных и северных областях Украины для захвата власти использовали мобильные отряды боевиков с Галичины и Киевского Майдана. Устояли при поддержке народа администрации на востоке и юге Украины, в Крыму и Севастополе. Как и следовало ожидать, Евромайдан превратился в путь. В Киеве его от успеха отделяет сущности только тонкая цепь бойцов спецназа. Кто же рвется к власти на Украине? Какие такие европейские ценности пробуют утвердить с помощью дубин, заточек и коктейлей Молотова? Бои с Беркутом на Грушевского, захваты областных администраций выдвинули на первый план украинской политики крайне правых бойцов организаций «Правый сектор», «Правое дело», «Трезуб», не скрывающих своих нацистских убеждений. Жидва и москали, наряду с продажным режимом, вот главные адресаты праведного гнева новых штурмовиков. Огромный портрет Бандеры украшает захваченное ими здание Киевского Совета. Еще 1 января, в лучших традициях Третьего рейха, они провели ночное факельное шествие в его честь, чтобы показать киевлянам, кто теперь в доме хозяин. Слаженность и жестокость действий боевиков не дают усомниться. Власть сталкивается с подготовленными людьми. Фатера, Сухович! Дороги, Украине! Легальные вожди оппозиции Кличко, Яценюк, зачастую бледно выглядят в сравнении с отвязанными, готовыми проливать кровь молодчиками. Каждая из сторон борется за влияние, не переставая использовать друг друга в общих интересах. На переговорах лидеры оппозиции включают дурака и заявляют, что они этих людей не контролируют. Это далеко не так. Они с ними координируют действия, используя как рычаг давления на власть. Я прошу вас, идите вперед, не останавливайтесь и не уменьшайте силу своего удара по власти. Безнаказанность и поддержка извне кружит голову. Руководство правого сектора, готовясь к штурму, потребовало гарантировать боевикам после победы определенные льготы и преференции, застраховать в международных организациях их жизни и здоровье. Лидер правого дела Александр Данилюк, кстати, еще в 2006 году сертифицированный американским фондом USAID, как специалист по привлечению иностранных инвестиций, получил день захвата им зданий нескольких министерств чартерный самолет, чтобы отправить семью в Великобританию. Матрос-железняк до этого не додумался бы. На прошлой неделе парламентская ассамблея Совета Европы в специальной резолюции по Украине еще раз воспроизвела общую для Запада оценку происходящего. Путь чисто это паиньки, а во всем виноваты украинские власти и Кремль, который на них надавил. Когда документ принимаются писать Альхины из Эстонии и Швеции, заранее можно быть уверенными в результате. Держи вора, кричат на Западе, по уши погрузившись в поддержку ползучего государственного переворота. Мы призываем правительству Украины предпринять шаги, которые обеспечат путь к лучшему будущему для Украины. В том числе отменить антидемократическое законодательство, подписанное в последние дни. Вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с политической оппозицией. Как это напоминает требования Вашингтона обеспечить право на мирный протест бородатых демократов на джипах с пулеметами в Ливии? Фактически Соединенные Штаты по хорошо отработанному сценарию арабской весны ультимативно запрещают законным властям Украины сопротивляться путчистым. Министр обороны США звонит министру обороны Украины, чтобы армия не вздумала вмешиваться в события. Вице-президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Виктору Януковичу и потребовал, чтобы тот не вводил в стране режим чрезвычайного положения. Интересно, что пресс-служба Белого дома сочла необходимым в сообщении употребить именно слово «потребовал». Умилявшая своей раздачей сухариков на Майдане помощник госсекретаря Виктория Нулан открыто заявила на слушаниях в Конгрессе, что США потратили на поддержку демократии на Украине уже 5 миллиардов долларов. Сотрудники посольства США в Киеве даже не стали опровергать распечатанные в СМИ СМС со своими директивами боевикам по укреплению обороны захваченных зданий. Не встает в давлении на Украину и Евросоюз. Сейчас не говорим о санкциях со стороны Европейского Союза, но есть интересы олигархов, есть банковские счета, которые можно проверить. Под давлением извне и изнутри президент Виктор Янукович, и так не проявлявший решимости подавить мятежников в Киеве и областных центрах Запада Украины, впустился в маневры. Своим предложением вождям парламентской оппозиции войти и даже возглавить правительство, президент предопределил отставку Николая Азарова и его кабинета. Одним махом, так же как были приняты, были отменены пресловутые репрессивные законы от 16 января, ничем не отличающиеся от давно действующих в странах Запада норм обеспечения порядка и безопасности. У отдавшего палец тут же требуют руку. И жертва Януковича, конечно, не была принята. Боевики поймали кураж, головы одного Азарова оппозиции теперь недостаточно. В самый последний момент Януковичу пришлось лично прибыть в парламент, чтобы предотвратить назревавшее предательство. Принятие закона о полной амнистии по чистому варианте, который был написан ими и их представителями Верховной Раде. Сейчас мы периодически слышим, что Кличко, Яценюк и даже Тегневок, они не контролируют боевиков. Боевики сами по себе, они собственную линию ведут. Вот что здесь правда, что здесь ложь. В какой мере это соответствует действительности? Сегодня на территории самые активные боевые действия ведут бойцы правого сектора. И сейчас они начинают переименовываться в Национальную гвардию. Причем, обращайте внимание, они в момент принятия присяги, они принимают присягу не государству Украины, а нации. Они сейчас готовят списки, они считают, что если они придут к власти, вот эту Национальную гвардию, бойцы-экстремисты правого сектора, они планируют их принять в милицию, выдать им погоны, выдать им форму, оружие. И у этих людей уже не будет ни малейших сомнений. У меня, по крайней мере, нет ни малейших сомнений, что эти по команде будут стрелять и устраивать в том числе и чистки. Их контролируют все-таки официальные лидеры парламентские? Очень правильный вопрос, да. Вот смотрите ситуацию недавнего времени, которая была. Мы находились на острие переговоров с лидерами оппозиции. И вроде бы, как у нас наметились пути к компромиссу на тот момент времени, по крайней мере, все так считали. И вдруг правый сектор захватывает ряд министерств. Кличко едет в Министерство юстиции для того, чтобы поговорить с теми, кто его захватили, и попросить освободить здание. Его посылают. Это есть в записи. Да, его многие видели, да. Но ведь здание было освобождено. И на следующий день Министерство внутренних дел официально на своем сайте благодарит посла Соединенных Штатов за то, что он поспособствовал освобождению захваченных зданий. На прошлой неделе принят закон об амнистии тем, кто участвовал в этих захватах, если они совершили каких-либо тяжких преступлений, и если эти здания административные, второе, если будут освобождены. Но будут они освобождены или нет? Через час после принятия закона Олег Тегнебук заговорил, что никакие здания не будут освобождены, и я ему в этом случае верю. Все же власть в этой ситуации, как она действует или как она бездействует? На мой взгляд, конечно, объективную возможность создания такой ситуации, и всех этих действий, это непопулярная во всех слоях украинского населения политика Януковича. Ну, мало найдется довольных его политикой на Украине в любом секторе, в любом лагере. На сегодняшний день это абсолютно четко видно, власть уступает, уступает, и никак не может разобраться в логике самого этого бунта, путча или революции. Вы помните, ленинский план вооруженного восстания, почта, телеграф, телефон. Нынешние оппозиционеры на Украине действуют практически по той же схеме. Власть, в свою очередь, действует так, как действовал Керенский, как действовал генерал Хабалов, ни черта не сделавший до подавления февральской революции, так, в конце концов, как действовал Горбачев, который просто сложил вещи и ушел. Этого пока не произошло. Но может такое произойти? Может, вот Янукович, сложить все в папку, подписать отречение, ввести? Как вы считаете? Я человек более сильный по характеру, несравнимый ни с Керенским, ни с Горбачевым. Поэтому я думаю, что причем он боец, он специалист такой вязкой борьбы, он навязывает свою форму борьбы, и противник в ней тонет, и мало кто может сопротивляться вот такому способу борьбы, в которой мастер наш президент. Я хочу сказать, что в оправдании Украины, в том, что сегодня против Украины играет, ну, в значительной степени практически весь мир. Сегодня на Украине, на территории идет геополитическая война. Война идет в том числе против России. Я общаюсь с бойцами Беркута. Я с ними, они меня любят, потому что я единственный, кто за них заступился. Когда их поливали грязью, я сказал, что их надо наградить как героев, да, и вручить правительственные награды. Вот мне мальчик, которого в госпитале обгоревшего, которым я посещал, проведывал, он мне рассказывал, говорит, мы стоим, в нас бросают кульки с бензином. Мы, этот кулек разбивается, он разбивается об один щит, или один в бензине, или второй. Говорит, мы мокрые насквозь. Мы мокрые насквозь, только шлемы, поскольку они пластмассовые, даже сапоги, даже носки, насквозь мокрые. После этого разворачивают ракетницы, которым запускают огни, вот как на Новый год, и бьют по ним, и их сжигают. И ребята говорят о том, что мы, если будет приказ, мы зачистим Майдан и все прилегающие здания за 40 минут. И я им верю, потому что это у них личное отношение, приказа нет. Почему? Потому что Украина, потому что основная война ведется не на Майдане, ее не видно. Основная война ведется в кабинетах, в офисах, на переговорах. И в этой войне Украине очень непросто. Вы знаете, что у нас практически заблокировали юго-восток Украины? Банки потребовали отзывов, кредитов, которые выданы. Они посокращали кредитные линии, потребовали, немедленно верните деньги. У нас юго-восток ставят на колени. То есть вот эти олигархи, они и есть в свое самое слабое место. Янукович лично, который всеми воспринимается не только как президент, но и как и старший из олигархов на Украине. На мой взгляд, все элиты, бизнес-элиты, во всех наших странах, включая Россию, они таковы по сути. Просто на Украине хотят, как многократно уже говорилось, жить как на Западе, но и эксплуатировать. В данном случае вот этот юго-восток Украины. Это да, это компрадорская буржуазия. Мы, как известно, предоставили очень серьезные кредиты. Одним из очевидных гарантов этих договоренностей был лично Николай Азаров. Его делают разменной монетой. Причем не просто разменной монетой, а еще и план такой, сценарий, на его место пригласить одного из лидеров оппозиции Янценюка. Это частый ход в политике, когда президенты, премьер-министры знают, это президенты, совершающие ошибки, расплачивают не своим постом, а отставкой своего правительства. Это частый ход. Что мы знаем о российской политике на Украине? И в частности по этому вопросу. Мы знаем раз за разом повторенные слова Владимира Путина, что мы не вмешиваемся, а 15 миллиардов, это вообще нам не важно, какая власть, лишь поэтому... Вы в это верите, кстати? Я надеюсь, что это не так, первое. Второе. Я не одобряю ту игру в поддавки, которая ведется на реформационном поле. Я считаю, что нужно максимально в публичную сферу переводить многие договоренности с Украиной, с любым президентом, с любым правительством. Я считаю, я писал об этом на днях, что Россия должна выставить определенные условия во всей этой ситуации, еще до самых последних событий. Например, мы не будем иметь дело с правительством, которое придет к власти нелегитимным путем. Под давлением. Да, под давлением толпы. Я считаю, что это нужно было четко заявить. Я могу себе представить, как это воспринимает власть Украины, которая, по идее, должна четкие сигналы в этот момент получать из российского государства. Украина, это нормальное явление. Если они придут к власти, то кредитная линия будет заморожена, цена на газ будет такая... Возвращена. Вот эта 25-процентная скидка будет отменена. О том, что не будет реализовываться те многочисленные проекты, на которые так надеются и Украина, и Россия. Ну а если у оппозиции заказ на то, чтобы обнулить экономику Украины, потому что точно так же была обнулена экономика Латвии, Эстонии, зачем им это все? Это лучший вариант для прихода к власти вот как раз таких радикалов. И будет волна народного протеста. И они понимают, что этот протест будет направлен против них. И поэтому вот этот ход Виктора Януковича, предложение возглавить правительство, поставил их просто в очень неловкое положение. Вот та вязкая борьба, которую, как вы говорите, навязывает президент оппозиции, она может имеет какие-то свои тактические преимущества, ставит оппозицию в неловкое положение. Но на самом деле она в еще более неловкое положение ставит вас, ставит Россию и весь Восток Украины, который ждет, когда будет наведен порядок. В чем предел терпения Востока Украины? Для того, чтобы с тобой считались, надо быть сильным. Мы защищаем не действующую власть, не персоналии какие-то. Мы защищаем нашу право на жизнь, быть такими, как мы есть, и просто на физическую выживаемость, потому что у меня нет сомнений, что тот путь, если повстанцы сейчас придут к власти, они будут проводить физическую зачистку, не просто запрещать партии, а делать то, что делал Гитлер в свое время, когда он взял вот этих вот боевиков, которыми они там дрались, баварских пивных, и сделал из них штурмовиков, да, эскадроны смерти, там, СС и так далее. У меня такое ощущение, что сам, собственно, Киев, он уже деморализован. Просто люди боятся что-либо сказать свободно, то есть нужно говорить либо в поддержку вот этих бандитов, либо молчать. И только Россия может эту красную черту провести, потому что речь идет о русских. Половина населения Украины русские. Или русскоязычные. По официальной переписи, я знаю, 8 миллионов, сейчас не будем это обсуждать. 8 миллионов, это тоже немало, это целая небольшая европейская страна. Почему Канада, Америка запрещают неким, не названным пока украинским чиновникам, когда этого российским по списку Магнитского въезд в страну? Почему бы нам в ответ на заявление, которое мы слышим отовсюду, того же Тегнеболка, еще кого? Я не думаю, что он рвется в Россию. Ну давайте публично запретим ему и любым людям, сделаем это публичным жестом, актом нашего министерства или правительства. Въезд в Россию. С церкоррона наши все замолчали. Наши правозащитники, не побоюсь этого слова, в задницу засунули себе свой собственный язык, но хорошо их не волнует, что жгут этих ребят из Беркута бензином. Правозащитнику защищать полицейского, ОМОН, Беркута. Как они выражаются, западло. Надо понимать, что у нас мы выходим на очередную стадию противостояния, в которой может быть применено огнестрельное оружие, и это будет, вполне возможно, уже будут какие-то бои. Это уже гражданская война, по сути. У меня нет сомнений в том, что мы сможем навести порядок. А эти вот Юго-Восток еще своего слова не сказал. Это хорошо, что у вас нет сомнений, потому что они возникают у нас. Знаете, всегда в споре, а мы сегодня фактически вот в такой непростой способ выбираем вектор развития Украины. Вот в споре всегда самый сильный, мудрый, он высказывается последним. И обычно, как он скажет, так и будет. Так вот, Юго-Восток своего слова не сказал. И он его скажет обязательно. Но ясно, что Украина уже никогда не будет такой, какой она была до этих событий. В чем вы видите возможность сохранения целостности Украины и успокоения страстей на большую перспективу? Я считаю, что мы по-любому должны сделать федерализацию. И выход в этом для Украины. Ну, сколько можно строить памятники Бандеры на Западной Украине за деньги Юго-Восток? Сколько можно цинично плевать в руки и в глаза людям, на чьи их налоги, на чьи деньги вообще существует вся Украина? Сколько можно унижать Юго-Восток Украины? Опасность установления бандеровского, неофашистского режима на Украине привела к тому, что Юго-Восток страны начал сам вставать на свою защиту. По иронии судьбы, пионером в этом деле выступает русский Крым. Все годы независимости бывший на подозрении у властей Украины. Мы настаивали на чрезвычайном положении и сейчас убеждены в правильности этого действия. Мы провели заседание парламента Крыма. Мы провели заседание ассоциации органов местного самоуправления, где четко сформулировали свою позицию. Она состоит в следующем. Никакие легитимные с точки зрения крымского сообщества законы, постановления и решения, принятые под давлением толпы экстремистской, работать на территории Автономной Республики Крым не будут. Мне понравилась сегодня фраза, сказанная моим другом Константином Затулиным, что нужно быть сильным, чтобы не применять силу. Вот используя, наверное, эту философию, мы в Крыму и начали действовать. Решение совместного депутатского корпуса, президиума вместе с ассоциацией органов местного самоуправления о создании в Крыму добровольных народных дружин, это как раз противостояние вот этой возможной агрессии. Победное шествие бандерасцев на Украине прервалось после отпора в Днепропетровске и Запорожье. Тут один молодой человек требует, чтобы я встал на колени. Так вот, в его возрасте я работал на шахте и ни перед кем на колени вставать не привык. Заявление об уходе не напишу. Тот из губернаторов, кто пишет в такое трудное для страны время, предатель и подонок. На охрану общественного порядка на Востоке выходят казаки, ветераны-афганцы, активисты русских и православных организаций. Сегодня речь идет не только о президенте Украины Викторе Януковича. Сегодня на карту поставлена судьба Донбасса. Наши ценности, наши люди, которых мы обязаны защитить в социально-экономическом и политическом плане. Севастополь в опасности. Страна в опасности. Славянское единство в опасности. Украину захлестнул неофашизм. За нашими спинами творится предательство. Моя семья стоит с вами. У нас есть общая история. Общие братья и сестры. У нас есть деды и прадеды. Севастополь остался тем Севастополем, который в 41-м встретил фашистов. И фашизм в Севастополе не пройдет. Программа «Русский вопрос» не в первый и, конечно, не в последний раз обращается к происходящему на Украине. Лично мне кажется, что воды Днепра и Черноморских берегов Крыма вечно перекатываются через стены моего дома. Давным давно, что признают и друзья, и враги, я пришел к тому, что единственный способ удержать Украину от развала и гражданской войны – это грамотное федеративное ее переустройство. Испытания, из раза в раз выпадающие на долю населения Украины, найдут себе оправдание только тогда, когда к этому выводу придут, может быть, с разных сторон, нынешние творцы украинской истории. Продемонстрировать силу, чтобы ее не применять. Сегодня, спустя 9 месяцев, нам незачем ничего прибавлять к сказанному.